Первая медаль в копилку российской команды. Второй бой Юлий Перетядько Украина и Данил Кумар из сборной команды России. В красном шлеме, в красной экипировке россиянин Данил Кумар и Юлий Перетядько из сборной команды Украины. Довольно, опять же, ощутимо выше Кумар. Кумар выше, но видно, что он не так часто боксировал по правилам Киевана. Пытается работать на дистанции, но видно, что не хватает ему физической подготовки. Петр, скажите, на Ваш взгляд, идеальное тело сложения кикбоксера? Такой, как у Кумара, высокий, худой, с тонкой костью, но жилистый, быстрый. Или же вот такой, как у Его соперник, пониже, но приземистый, мощный, как Вы считаете? Я знаю разных спортсменов. И высокие, и сухие ребята бывали суперзвездами. И наоборот тоже. Все зависит от подготовленности, от характера, от личных каких-то качеств спортсмена. Здесь нельзя так вот судить, что идеальная какая-то форма спортсмена присутствует. В данном случае украинский спортсмен мобилен, более... Помощный, да, украинский спортсмен. Напорист, хозяйничает он в ринге сейчас. Видно, что он атакует больше. О, хороший сейчас был лоу-кик, обманул бэкфистом украинец и ударил. Очень криво. А вот, Пётр, такой вопрос. Как судится? В основном предпочтение отдаётся ударом ног или же ударом рук? Или колени? Что? В кей-боксинге, в кей-ване, конечно, больше внимания уделяется работе ног. Но всё-таки хороший удар руками, он частенько бывает завершающим. Закончился раунд. В последнее время судится всё. И работа рук, и ног. И уделяется в любительском кикбоксинге больше ударов именно акцентированным, точным? Или же достаточно просто попасть, и тогда вам засчитается очко? Ну, бывают спортсмены, которые не бьющие, они работают на дистанции. И если у них хватает силы, энергии продержать на дистанции какими-то тачками, набрать очки, то они могут выиграть у хороших нокаутёров. Ну, в принципе, внимание уделяется индивидуально. Если спортсмен нокаутёр, то его, конечно, обучают вовремя поставить точку в римбе. Да, ну, то есть можно взять количеством ударов. Можно взять количеством выиграть, да. Всё зависит от индивидуальных качеств спортсмена, опять же. Ну, в данном случае украинец прессингует. Ну, бой не выглядит красивым, потому что спортсмены вяжутся. Кумар тоже не хочет пятиться постоянно. Прямо противоположный, по-моему, поединок, прямо противоположный первому бою, потому что в первом бою Исаий Балаев был существенно выше своего соперника, и это ему помогло. То, что держал он на дистанции, имел преимущество в работе руками, сейчас всё с точностью да наоборот. Вот, выше Кумар, но это пока ему не помогает. Просто мощью берёт украинец. Вот сейчас снова попадает хорошо навстречу. Ну, нет, по-моему, точности рук у украинца. Вроде бы он, да, попадает больше, бьёт сильно, но нет какого-то завершающего удара, как думаете, Пётр? Ребята молодые, спешат, поэтому у них, получается, техника немного смазанная. А в каких весовых категориях была основная конкуренция? Наверное, всё-таки в лёгких весах до 51-54 было не так много бойцов, как в среднем весе. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Конкуренция действительно была во всех весовых категориях. Ну, мы увидим по ходу боёв, потому что в финал вышли лучше. Ну, а помимо раздела Киевуана, в каких ещё разделах было представлено? Всё-таки чемпионат мира, Кубок мира по боевым искусствам. Что ещё было? В разделах фулл-контакт, в разделах кик-джитсу. Это аналогия прайда, только в перчатках. А кикбоксинг фулл-контакт с локкиком был? Нет. Нет, на данном чемпионате был К1 с коленями, фулл-контакт, тайский бокс и кик-джитс. Ну, третий раунд, по исходам первых двух раундов, конечно же, был лучший украинец. Вот сейчас снова он заваливает. Если Кумар выиграет третий раунд, есть ли у него шансы победить по очкам? Или же всё, он не догонит, нужно работать на нокаут? Ну, судя по бою, вряд ли он сумеет выиграть. Потому что видно, что он устал, не хватает физической подготовки. Украинец настроен по-боевому, идёт вперёд. Я думаю, что этот бой останется за ним. Да, выигрывает украинец. Явно лучше он действует. Да, и в клинче, и руками, и ногами переигрывает Кумара. Мне кажется, он ещё и морально немножко подломил своего соперника. Вот сейчас хороший был удар. Ну, Кумар тоже сейчас попал коленом в солнечное сплетение, но видно, на исходе сил. Хорошую связку проводит украинский атлет. Пётр, не кажется ли вам, что уже можно и нокдауна читать, в принципе, Кумару? Это было в паре эпизодов, когда, например, украинец попал коленом. Мог он добить, просто судья их растащил, не дал, может быть, украинцу закончить как-то. Ну, судья видит, когда плывёт спортсмен. Если он плывёт, то он, конечно, отсчитывает иногда. В данном случае Кумар не поплывет. Он сопротивляется, борется. К сожалению, пока у него не получается. Он не может подготовить атаку, грамотно бросается без подготовки. Поэтому нарывается на удары. Ведь коленями пропускает удары тоже. Всё, закончился поединок. Не думаю, что тут могут быть какие-то вопросы, конечно. Хотя судья, конечно же, виднее. Но шансов, на мой взгляд, у Кумара выиграть этот бой уже по очкам нет. В каждом раунде был лучше намного украинец. Ещё в начале боя были какие-то, может быть, вопросы, удастся ли там Кумару переломить ход боя или же не удастся. То сейчас всё понятно. Даже на повторе видно, что он пропускает му. Руки низковато держат. Стоит только поздравить Юрия Перетязько из Украины.